Ты выведел сейчас меня на куртку, смотри правильно. Да, да. Да все тут хватает. Да, да. Тут широкий угол. Дорогие полтавчане, подходим поближе, улыбаемся, слушаем про 5.10. 5.10 это партия, которая исповедует идеологию безналогового государства. Все то, что вас сейчас душит, не дает жить, все отпадет. Смотрите, сейчас вы платите при походе в магазин, вы платите около 50-60% налогов в цене товара. Любой товар, который вы покупаете, он стоит на порядок меньше, если убрать налоги. Не говоря о том, что с такой налоговой системой запутанной не может работать ни один нормальный здесь предприниматель. Они все либо в тени, либо схемы какие-то, либо укрывательства, вы все это знаете. Остается такой налог маленький, минимальный, чтобы укрываться от него было просто глупо. Вот 5% с ваших продаж, с вашей услуги. И 10% социального налога, он будет взиматься с заработной платой. Вы заработали деньги у предпринимателя, заплатили 10%, 10% отдали в бюджет страны. И все. Какие это нам несет привилегии? Что мы от этого получим? Во-первых, те люди, которые хотели бы здесь открыть предприятие, они уже не будут задумываться. А связываться с вот этим всей чехардой здесь, беганием по кабинетам, умолянием, взятками. С возможностью того, что их сегодня закроют, завтра откроют, завтра опять какая-то беда. Понимаете? Простая система налогообложения. Я вам вкратце скажу, как будет выглядеть налоговый кодекс, когда партия 5.10 его утвердит и внедрит на территорию Украины. Это один листочек, пункт первый. 5% с продаж и услуг, 10% социального. Точка, конец. Дальше не будет ничего. Вот так просто и понятно, до примитивного. Но это работает. Все безналоговые государства, которые внедрили у себя это, ну, похожие системы, стали богатыми в кратчайшие сроки. Это основная идея, которая поможет нам выбраться с этого болота, которое нас постоянно впихует. Подумайте, что ваша заработная плата, ну, возьмем среднюю, там, 2.700, да? Прямых налогов с нее вы платите 700 гривен. Не прямых, порядка тысячи. То есть реальная ваша покупательская способность после месяца, ну, того, как вы гнули горб свой, это всего лишь 50 долларов. Вот это вы можете себе позволить. Если вы зайдете на всемирно известные ресурсы, такие как Амазон, Эбэй, вы посмотрите, что те товары, которые у нас стоят в 2 раза дороже, там дешевле. В Америке дешевле. Понимаете? Те товары, которые произведены в Японии, продаются в Америке, но они дешевле, чем у нас, хотя они через океан к ним плыли. Понимаете? То есть вопрос не в этом. Дешевле. Всюду дешевле, подсказывает вот наш гражданин. Кому невыгодна эта система? Система эта невыгодна вот этим заседающим вот этих домиках наших. Они там сидят, отрастили себе одно место, очень жирное. Сосут с вас кровь. Каждый раз вы попробуете, сделаете хоть что-нибудь, вот что вы захотите сделать, от государства вам понадобится что-то. И вы сразу почувствуете, как они вас любят. Ну, в переносном смысле, конечно. Любят очень сильно, долго, внушительно, и от этого вы становитесь еще беднее. С каждым днем еще беднее. Вы не задумываетесь, но все партии, которые шли на парламентские выборы, они все говорили вам, что будут снижать налоги. Вы это помните. Все говорили партии, которые сейчас в парламенте, что они идут снижать налоги. Что они сделали в первый день работы? Они налоги подняли. Они подняли таможенные пошлины. Вы скажете, я таможней не пользуюсь. Это вранье. Вы просто об этом не думали. Вы пользуетесь их каждый день, потому что у нас экспорто-ориентированная страна. У нас большая часть товара экспортируется. И после того, как вы уплатите эти... Как предприниматель, который перевозит через границу товар, заплатит эти налоги. Вы думаете, это он заплатит? Это вы заплатите, он продаст это вам дороже. Потому что у него не будет другого выхода, чем поднять цену. Это единственный выход. Это корыто. Мы не предлагаем гонять комаров у болота. Понимаете? Надо болота высушить. Оставить их без работы. Они нам несут только неприятности, только зло. Это чиновники эти, раздутые. Вы подумайте, что у нас страна, допустим, так округлим. 40 миллионов человек, да? И сколько у нас чиновников? 450 тысяч. Ну давайте брать кругло 400 тысяч. Такая страна, как Япония, население 128 миллионов и у них 9 тысяч чиновников. Им хватает. Может, давайте дальше продолжать такую политику? Мы будем все расширять количество чиновников. На каждого поставим контролера. А потом, чтобы каждый ходил еще и контролера проверял второй контролер. Но это все будет за ваши деньги. Любая оглашенная вам борьба с коррупциями, это на самом деле борьба за потоки. За то, чтобы присосаться. Они кого-то прижмут, им дадут взятку. Ну и схему, понимаете сами. Никто не предлагает убрать таможню, кроме нас. Ведь на самом деле, за что стоял Евромайдан? За то, чтобы между нами и Европой не было границы. Чтобы мы туда ездили свободно. Это основная была идея. Чтобы товары, услуги, деньги, люди перемещались свободно. Посмотрите сейчас. Мы имеем то, что за что стояли. За что умирали наши люди. Нет, мы не имеем. И с этими подходами этого не будет никогда. Только когда вы скажете, у нас нет таможни. Возите нам что хотите. Ну кроме оружия, наркотиков, работорговли. И вы увидите, насколько сразу подешевеют импортные товары. Половину, как минимум. Половину, как минимум, вы сможете купить мобильный телефон дешевле. Компьютер можете купить дешевле. Стиральную машинку. Не говоря о том, что при такой системе любой фирме будет выгодно здесь открыть свое представительство. И нанять вас или ваших знакомых, ваших друзей на работу себе. Сейчас, глядя на этот бред 160 разных налоговых ставок, они не хотят даже на дух сюда подходить. Спасибо большое за поддержку. Можете подойти. Кстати, тут присутствуют кандидаты в народные депутаты от партии 5-10. Тут присутствует кандидат в мэры. Вы можете задать вопросы. Вот, смотрите. Все с флагами, все тут. Если у вас есть какой-то вопрос, мы можем на него ответить. Есть открытый микрофон у нас. Вы можете задать вопросы. Кандидат, вот. Подходите. Уважаемый, пожалуйста, можно микрофон? Публичный этот. Публичный, пожалуйста. Только что ехал в маршрутном такси. Значит, маршрут Левада. На 11-й школе сел я и села бабушка. Значит, кондуктор бабушки сказал, что все льготные места заняты. Вот, я сфотографировал номер маршрута на такси. Когда я попросил показать, кем заняты, то есть она прошла, говорит, ой, я не помню. Оказывается, что, ну, эти два льготных места свободны. Пока мы выясняли, за нее заплатили. Пассажиры заплатили. За бабушку, да. Я потребовал вернуть деньги назад. Она, значит, мало того, что не вернула, еще и, ну, нецезурно выражалась. Говорила, выйдите, если вы не хотите ехать этой маршруткой. То есть, ну, вот с этим моментом можно разобраться вообще? Конечно. Это же не нормально. Нет, с этим моментом мы будем разбираться бесконечно. Мы боремся не за налоги. Как вы говорите? Не за налоги боремся. Не за налоги боремся. Не там еще. Андрей, послушайте. Вы согласитесь, сейчас, если мы будем бороться за каждую вот такую вот случай в отдельности, это мы будем просто бороться с последствиями. Мы сажаем потом, что... Смотрите, если у нас директора переучить... Давайте, давайте поступим таким образом. Послушайте, Андрей. Давайте ломать систему полностью. Давайте сделаем, чтобы эта бабушка платила живыми деньгами. Только эта бабушка была богаче. Мы же говорим о том, что давайте... Вы знаете, почему наша Полтава такая бедная? Вы лично сделаете, чтобы бабушка была богаче. Я рассказываю. Да, я рассказываю как. Значит, если мы развернем потоки... Вы знаете о том, что наша Полтавская область... Да, профицитно имеет бюджет. То есть наша область кормит еще такую же самую область. То есть мы в два раза наполняем бюджет. Это мы потребляем в два раза меньше. Да. Вот мы и говорим, а почему при прошлой... Ну, как говорят, преступная власть... Потоки делились, к примеру, 82% мы отдавали наверх. А сейчас еще, говорят, 2% еще стало больше мы отдаем. И вот эти вот предвыборные эти асфальты... Мы тоже понимаем, откуда это все, правильно? Это... Да. Так вот, мы говорим, а давайте мы сейчас децентрализацию начнем снизу. Вот снизу инициируем. Разберемся... Пенсия в Полтаве будет отдельно начать. Нет, нет, нет. Пенсия, она центральная. А мы будем разворачивать ее по-своему. То есть мы посмотрим следующее. Значит, школу мы можем сделать монетарную? Ну, то есть перевести на... Да, школу. Ну, пенсионерам никак. Да, центральный бюджет. Вот мы говорим о том, что если мы начнем разворачивать денежные потоки, вы увидите, что нам не надо будет наших пенсионеров возить за 3 рубля. Может, мы сделаем этот доступный пункт транспорт вообще бесплатный. Опять вернем в инфициалку. Да этого хватит всего, поверьте мне. Вот этих вот людей, вот этих предпринимателей, предпринимателей, которые мы хотите сделать в любовь, они же вообще на голову сядут потом, эти перевозчики. Вы, 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 вы неправильно обсуждали. Вы понимаете, они замкнуты в своей инфекте, вот в этой, они тоже хотят перевозить за реальные деньги. По нашим дорогам, вы сами понимаете, как... Да, ну вы согласны, Андрей, ну согласитесь, Андрей, ну согласитесь, если мы будем за каждую бабушку бараха отдельно, то что, ну, то что, то есть, что они делают, допустим, я раз в неделю, один раз в неделю транспортную службу жалуются, там возглавят руками, говорят, мы ничего не можем с ними сделать. Андрей, мы хотим поменять все, понимаешь, абсолютно все, то есть система должна работать на нас, у нас построено, мы снеслить под макушку этой пирамиды, она самая самопроизвольно, конечно, возросла назад, ну, то есть, опять же, получается, мы внизу, а мы хотим пирамиду поменять, то есть, вот эта макушечка должна быть внизу. Мы, Андрей, ну мы с каждой... Так мы именно это говорим. Андрей, с каждой бабушкой, ну поверь мне, тут перекосы сплошные, это бабушка в маршрутке, а есть еще куча бабушек в больнице, а есть еще бабушки, куча бабушек, которые еще там с какими-то проблемами, их очень много, значит, давайте менять систему, а давайте, давайте еще... Правильно, а послушайте, а теперь еще и Полтава, самый пенсионерский город после Севастополя. Мы сразу все, мы сразу не сделали. Надо сразу и все. Да не надо, вот сразу и все. Ну вот как отменили коммунистическую парку, вот сразу раз и все. Ну чего мы боимся? Мы чего боимся? Почему они сидят в лучших зданиях города? Давайте зададим вопрос. А мы, если нам что-то надо спросить, у них надо ставить палатку, писать им бумажки, они начнут слышать, давайте сделаем по-другому все. Давайте поменяем, система 5.10 это предлагает. Поменяются ли анализы? Поменяем все. Мы говорим о том, что децентрализацию мы должны начинать с нитной, а не сверху. Они нам пришли, вы сами знаете, какие флориа. Два года мы уже топчемся на месте. Мы вымираем, мы убегаем из этой страны. Здесь становится больше пенсионеров, меньше рабочих. Вы сейчас лично можете что-то сделать по поводу вот этой ситуации? Да, могу. Могу, абсолютно. Конкретно. Вот представьте себе, я рассказывал. Вот представьте, и мы заходим как... Вы можете записать номер этого маршрута на вот эти? Вместе, как раз. Ну что с этим-то будем делать? Будем ловить маршрутку и будем разговаривать с ним. Ну что делать? Мы вам перекрывать дороги, ловить маршруты, щекотки. Смотрите, перевозчик относит деньги. Смотрите, смотрите, из-за чего эта ситуация вся. Дайте мне, Виктор, пожалуйста. Дайте. А в чем же, конечно, вопрос? А в чем вопрос, если не в деньгах? Так, конечно. Откуда у него эта идея появляется? Откуда у нас идея взяла, что кто-то должен вообще бесплатно ездить? Мы должны сказать, что все должны себе позволить ездить за деньги. Понимаете, в чем вопрос? Это наш главный подход. Чтобы все могли заработать не 50 долларов в месяц, а тысячу. Так, как в нормальной стране. Почему вы не можете открыть свой бизнес? Вас ставят вот эти вот, вот, там вот такой стос документов. Вы в них ничего не понимаете, вас задушат. И вы ничего не сможете сказать. Мы говорим, не надо нахрен никаких документов. 5% платишь и работаешь. 99% проблем решаются деньгами. Давайте согласимся. Так, 5%. Нет, сейчас 99% проблемы. Я с вами не согласен в форме. Ну, каким образом вы зарплаты, вы зарплаты, вы зарплаты. Мы не собираемся этого делать. Мы дадим им право... Я же вам объясняю. Мы разворачиваем под ноги. Я вам объясняю. Мы дадим вам возможность заработать. Не мешать. Понимаете, большинство предпринимателей вам скажут. Большинство предпринимателей вам скажут, что мы заработаем сами. Не лезьте к нам, не мешайте. Все ходят мешать. Смотрите, есть кандидаты, вот, мэры, эти, задавайте частные вопросы. Мы вот по одному каждому дадим. Но просто вот устраивать вот это болото бессмысленно. Вы не поймете, что вообще, что мы хотим, мы имеем в виду. Понимаете? Они каждый день нас душат. Настолько все запутанное. Ты только повернулся. Ты уже злочинец. Понимаешь? Ты уже вор. А ты ничего не сделал. Открыл. Хочешь, блин, придумал бизнес какой-то. Хочу здесь сфотографировать и продавать фотографии человеку. И все. Я хочу делать, понимаете? Я хочу вот придумать бизнес какой-то и вести его. Вы каждый сможете. Если кто не хочет придумывать, идет на работу к предпринимателю. И тогда он платит 10% своей зарплаты. А предприниматель платит всего 5%. И у него нет никаких проверок. Никакие пожарные к нему не ходят. Никакие санстанции не ходят. Никакие налоговые не ходят. Вам это трудно представить. Мы всю жизнь живем в этом бреду. Но в странах нормальных этого нету. Вы должны понять. Вы хотите задать вопрос, да? У нас открытый микрофон. Вы отберите, задавайте. Почему в Полтаве самый дорогой проезд? Я вам объясняю. Потому что здесь существует монополия. Этим людям, которые возят, им рассказывают, сколько им надо занести денег куда. Или они ездить не будут. И потом они уже, выходя из этого положения, просто, понимаете? Выходят из положения так. Они бабушек пытаются обартануть. Ну, как-то подножку сделать, да? Вот их заставили, а они как-то вот здесь сделают. Понимаете? Вот именно потому, что существует монополия. Здесь они поднимут настолько, насколько захотят. И вы будете платить. Потому что, если бы здесь был открытый рынок, вы бы сказали, блин, так я же могу ездить по 3 гривны, например, да? Я могу возить людей по 3 гривны и буду зарабатывать базнословные деньги. Купил маршрутку и поехал, понимаете? Но вы сейчас этого не можете сделать. Вы не можете. Я же вам объясняю. Я вам в корень смотрю проблемы, понимаете? Корень проблемы в том, что людям не дают нормально работать. Их постоянно давят налогами, проверками, какими-то разрешительными документами. Понимаете? Постоянно. Вы пока откроете бизнес, вы постаритесь и умрете от старости. Это реалии. Сейчас. Вот. И платите им налоги. Я про что говорю? Мало того, что они вас каждый день обкрадывают, каждый день гнобят, понимаете? Плюют вам в лицо. Эти очереди вы там выставите за подачки, за субсидии. Так они еще забирают у вас на свою зарплату 60% ваших доходов, которые уже в кармане, вот у вас гривны. Пойдите, посмотрите. 20% НДС вы платите. А возвращают его Коломойскому. А бюджет кто корень? Вы думаете, поднятие вот этих всех бюджетных, ну, типа, налогов. А вы увидели когда-нибудь, подняли налоги и бабушкам добавили сразу пенсии? Никто не видел. А где растворяются эти деньги? Понимаете, вот сколько уже за эти два года поднимали раз налоги? Да никто уже и не помнит сколько раз. И каждый раз после этого, вы что видите, поднятие каких-то социальных программ? Они разворовываются сверху. Так может давайте перестанем это делать просто. Просто перестанем подходить так к этому делу. Но это самый разумный метод, понимаете? Сделать все настолько прозрачно, чтобы никому в голову не пришло муфливать. Не будет смысла. От этого выиграют и мы, и они. Понимаете, и те, кто от олигархи, они тоже выиграют. Они смогут строить заводы, на которых будет производиться продукция. Но сейчас они тупо нас обворовываются, сут крови, все, и на этом все заканчивается. В микрофон, пожалуйста. Я согласен, да. А почему наша страна для народа, в общем, можно сказать, вообще ничего не делает? Именно поэтому. Для школ. И именно поэтому. Во-первых, наша песня называется... Можно? Каш, не задал вопрос. И я попытаюсь на него ответить. Смотрите, песня наша называется так. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Мы не производим, наша страна не производит добавочной стоимости. Мы что-то копаем землю, там что-то тянем, кравчучка. Но денег мы не зарабатываем, понимаете? Мы не зарабатываем денег, долларов, если не производим какой-то продукт, который в мире нужен. То как вы хотите после этого поднимать социальные программы? Если мы не зарабатываем, если мы топчемся на месте каждый год. И с года в год мы занимаемся этим аграрным... 40% населения у нас в аграрной промышленности. Ну это бред. Америка проклятая всеми нами, да? Ну это я так утрирую, конечно. Но там 1% населения кормит всю Америку. И Америка номер один по экспорту, понимаете? Там это делают машины. Все остальные люди работают где-то в другом месте и зарабатывают больше. А у нас это вот, ну понимаете, тупой труд. Это если, давайте скажем, отменим экскаваторы и все копаем лопатами, понимаете? Вот это вот у нас происходит. А у них мы как экскаваторы, а мы лопатами все, лопатами, лопатами, пытаемся их догнать. Пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ну вот нашим учителям, нашим учителям, хорошо, мы как бы не есть такой бы труд, но мы выполняем свою службу, вот. И нам платят полторы тысячи денег. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это ж я и веду к тому, что ничего не получится сделать, пока этих денег нет, понимаете? Даже если завернуть то, что украл Мамай, даже вернуть то, что украл Матковский, этих денег на всех не хватит, понимаете? Ну каждому по 20, ну я не знаю, по 100, по 1000 гривен выдадим. Не изменит глобальная ситуация. Надо, я объясняю, надо, чтобы сюда входили глобальные корпорации, бизнесмены ехали сюда зарабатывать деньги. Ну открывают заводы в Китае, открывают. Открывают на Тайване заводы, открывают. Почему у нас не открывают? Ну нет, кто вы видели, чтобы здесь кто-то? Спасибо. В сторону, пожалуйста. Я отвечаю на ваш вопрос. Говорю, вы видели, чтобы кто-то в Полтаве что-то открывал? Какое-то предприятие, что-то производящее, я не знаю, там, в IT-сфере. Может, там, какой-то прибор, ничего нету. Кто здесь будет что делать? К нему завтра придет от этого дома какой-то жирно-жопый козел и заберет у него все. И он ничего не сможет сделать. Корпорация Икея хотела войти на украинский рынок, открыть свои представительства в областных центрах. Вам не выгодно Икея? Самая лучшая мебель по доступной цене. Вам не выгодно? Они сказали, давайте взятку. Они сказали, мы не умеем, у нас так не принято, извините. И все, и вы сидите без инвестора. Вы сидите без инвестора. Давайте дальше проголосуем за Яценюка. Давайте проголосуем за Тимошенко. Она вам газ втирает в уши каждый день. Она вам не расскажет, как вы заработаете хоть на гривну больше. Она вам газ втирает. Он вам нужен 300 лет. Прошу. Я же говорю, мы полностью открыты. Вы можете узнать полностью все наши мысли по любому поводу. Все жильцы говорят, что что-то круче, то есть лечебник от газа, полостую, там оно не греет. Я понимаю, пустой, да. Смотрите, как это решается. Это, вот, 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 вот вам монополия. Вот вам монополия. А как вы можете? Вы понимаете, что вас обманывают, да, в каком-то, вот здесь с газом, да, примеру. Туда что-то домешивают, ну воздуха не могут, потому что она взорвется. Ну что-то домешивают, да, все понимают. Концентрация его низкая. Правильно я понимаю вас? Концентрация газа низкая. Как вы можете туда пойти и доказать им? Никак. А если было 2-3 компании, которые газ вам могли пускать, понимаете, о чем речь? 2-3 компании, 4, они между собой конкурируют. Вы сказали, да, идите вы со своим газом и пошли подключились к другому. Но у вас нет, у вас, у вас буквально в каждом месте стоит монополия. Куда ни плють. И это не изменится. Сюда не придут глобальные компании. Ну вот яркий пример. Вот смотрите, вот мы видим, как вот в этом году они напыжились и сделали там 30% дорог наших, да? Вот надулись так. И учтем, что перед этим 5 лет ничего не было сделано вообще. Никто пальцем об палец, вы видели, не выезжали вообще эти рабочие. Их не было, ничего не делали. А вы теперь представьте, что они стоят там, отдыхают половину времени, да, там что-то перекурят. Я когда не еду, еду в одну сторону, курят в другую. Потому что их зарплата никак не зависит от их труда. Они работают, не работают, плевать, понимаете? Выходит только одно. Давайте эту компанию закроем. И скажем, нам надо построить дорогу оттуда до туда. Частные предприниматели, кто может это сделать? И те работники, которые там работали, возьмет этот человек, который организует их кредит, возьмет технику и будут они это делать, понимаете? И они будут ценить свое время. С каждой свою минуту ценить. Они будут знать, что они пойдут и заработают еще, и еще, и еще для своей семьи. А эти бедолаги, которые сейчас там работают, да, в государственной конторе, они не могут больше заработать. Они хоть будут работать, хоть будут не работать. Все равно у них тысяча или две. Кредиты. Смотрите. Это ж только у нас такой перекос. Больше такого нету. У меня знакомый, я это каждый день рассказываю. Это я вам могу, ну, познакомить с ним, если хотите. Берет через свою сестру в Голландии кредит по 3% годовых. Скажите, вы по 3% годовых взяли бы кредит? Не взяли бы, а по 30% берете. Сейчас 30% потому что монополия. Потому что у них монополия, они сели, договорились. Да они даже не договаривались. Они просто так, блин, мы так, что им больше не покажется. Какие им кредиты? И дадим мы им ничего. Вот и национальный банк так вам подходит. Понимаете? Он нам не нужен вообще. В чем вы зарабатываете? В валюте вы сложили стопочку вот этих фантиков. Приходите завтра, а я уже хлеба не кури. Я помню тот момент, когда отец пришел с работы и принес целую авоську купонов. По 2 купона. И я, чтобы хлеб купить, брал 3 таких авоськи. А потом 4. А потом уже пол авоськи приходилось нести. Понимаете? Это же сейчас происходит. Вас надувают с этой гривеной каждый день. Ну как это можно изменить? Ну убрать этот национальный банк. Он не нужен. Они не имеют права выкупать обязательства долговые уряда. Понимаете? Это антиконституционно. Мало того, что с наглой мордой это делают. Это делают ежемесячно. Понимаете? Только закончатся вот эти выборы. Сразу гривна еще упадет. Куда уже дальше? Люди, куда уже дальше? Уже ниже дна. В Нигерии зарабатывают минимальная зарплата 155 долларов. У нас 50. Люди, стыдно. Стыдно уже. Понимаете? Дальше падать некуда. Либо мы задумываемся над этим. И вводим вот 5-10. Простой. Да может даже без нашей партии. Нам все равно. Введите вот простую систему налогообложения. И вы увидите все сразу, как изменится. Мы не можем заставить людей с под палки ехать сюда свои деньги вносить. Понимаете? Но мы можем им сделать такие условия, что они сами захотят сюда приехать. Вы ответьте. Вы вот как предприниматель, живя в какой-то нормальной стране, вы приехали сюда вести бизнес? Ты будешь, что оху ты или что? Вы видели давно иностранца, который сюда приехал? Они, что им тут делать? Ну что, ну все у них здесь дела. Что, посмотреть на нас, нищих? И все. А представьте, если бы у нас здесь было территории много, земля плодородная. Ну, люди умные. Понимаете? У нас самый высокий даже в Европе показатель образованности людей. Ну мы такие нищие. Ну мы беднейшие. Понимаете? Беднее некуда уже. Уже надо задуматься, сделать выбор. Ну не голосовать за морду, за бигборду. Понимаете? Бигморды висят. Целый ряд бигморд. Вам ничего не предлагают вообще. Вы скажите, вы скажите, какая идеология у Тимошенко? Какая идеология у блока политических проституток БПП? Ну какая? Ну у Ляшко, Вилы, как он вас накормит? Землей вас накормит? Камаз подгонит и будете ложкой есть? Ну реально, другого выхода нет. Мы доллары не печатаем. Все продается за доллары. Мы можем их только заработать. А заработать может у того человека, который сюда приедет и даст нам работу. Другого выхода нет. Вы как ни крутите, нет другого выхода. Вопрос от зрителя. Ключи микрофон. Блин, вообще. А можно такой вопрос? Хорошо. Нам, пенсионерам. Ну извините, я тоже... Говорит нам, пенсионерам. Смотрите, как он пенсионер. Извините. Военный, наверное, пенсионер. Нет, у меня болище по своему поводу. Людям, которые проживают на больничном, хорошо. Лекарства им. Кто будет оплачивать? Извините, пожалуйста. По этому поводу вам очень шикарно. Мы сами закупаем. Мы сами платим. Я вас услышал. Сейчас будет ответ. Но я думаю, что самое корректное было, чтобы ответил наш кандидат в мэр. И у него очень есть, поэтому, хорошие мысли. Прошу. Добрый день, дорогие полтавщане. Декрасный вечер. Осенний. Хорошая погода. Меня зовут Виктор. Я иду от партии 5-10 в мэры города Полтава. У нас есть интересные проекты, которые обеспечили бы в городе Полтава очень качественной медицинской помощи. Вы знаете, где у нас находится бывший завод знамя? Это за Макдональдсом. Если знаете, это на кругу. Там стоит такой скелет. Скелет стоит. Старое здание такое. Железный стоит скелет. Так вот следующее. Обратите внимание, что все больницы в Соединенных Штатах принадлежат баптистам. Это тоже верующие люди. У них просто может быть иное вероисповедание. Но оно не такое плохое на самом деле. Так вот, они говорят, мы дадим денег. Самых длинных денег. Беспроцентных денег на 10 лет. Мы вас познакомим с институтами, которые на вашей базе построят шикарную поликлинику. Уверите мне, что нам только остается этой поликлинике дать возможность привозить сюда их препараты. Те, которые будут нас лечить. Лечить в самом деле. Не так, как лечат наши препараты, которые большинство из них, может быть, уже и даже пользы не приносят. Эти препараты, естественно, государство наше захочет растаможек. Чтобы оно облипло всевозможной моржой. И придя на наши полки, оно станет недоступным. Нет, мы это сделаем по-другому. Мы сделаем так, чтобы эти препараты приходили на эту поликлинику. Просто как расходные материалы. Как бумага, как ручка. Как и все остальное. И не дай бог, кто-нибудь, хоть один чиновник, попытается здесь у нас попробовать как-нибудь нарушить этот наш компромисс. Мы единственное, что попросим от них, когда они, продавая эти препараты, просто будут платить в казну города 5%. Как либеритарианцы, мы видим, что с проданного надо заплатить всего лишь на 5%. А хватит 5%! Это как раз та сумма, которая позволит содержать нам государство. То есть госаппарат, который мы тоже изрядно сократим. Представьте себе, как видим мы.